абрикосовый дождь сегодняшний улов абрикосит будем делать привет друзья привет мои дорогие подписчики сейчас лето и очень много абрикос год выдался очень урожайным и сейчас я хочу сделать супер ароматный абрикосит для тех кто еще не знает абрикосит это самогон из абрикос или абрикосов у меня настолько абрикос то что я только сегодня успел насобирать но это еще не все абрикосиков много поэтому я буду каждый день собирать и добавлять измельчать абрикоски я буду как всегда перфоратором на мешалку я немножко усовершенствовал я сюда крутил саморезики для того чтобы больше было острых частей и лучше это все разбивалась обычно многие считают что если сбраживать саму абрикоску с косточкой то готовый напиток приобретает миндальный вкус там будет свинельная кислота отрава и так далее я сделаю таким образом сейчас я все абрикоски разбиваю потом заливаю их тебя точкам чтобы мякоть расслабилась и они постоят так несколько дней пока мезга отделиться от сока и потом это все перецеживаю в другую емкость бродильную а косточки останутся на дне я их вытяну все очень легко прекрасная кашка получается не все абрикосы уже поспели полностью поэтому некоторые твердоватые но все равно сейчас это все за несколько минут разобью прошло минутки 3 или 4 вот так прекрасно перебилась полностью вся абрикоска я думаю эффективность моей мешалки 98 99 процентов учитывая что те абрикоски какие не разбились они были но абсолютно зелеными воду я довожу до кипения в своем парогенераторе у него мощность 5 киловатт полностью обзор моего самогонного аппарата на котором я работаю и парогенератора смотрите ссылочка вот здесь сверху вода парогенераторе закипела теперь я выливаю вот сюда для того чтобы пиктин какой есть в абрикосках размягчился и чтобы дикие дрожжи какие были на абрикосках и все патогенные микроорганизмы они от кипяточка сдохли это все я перемешиваю еще раз перфоратором с кипятком и потом она остывает будущее абрикосит уже остыл и теперь я сюда добавляю дрожжи которые я уже развел в воде то есть регидрировал это дрожжики для фруктовых брак выливаю сюда и перемешиваю перфоратор вот такое стало жидкое сусло для абрикосита косточки уже все как я вижу внизу когда шапка поднимется и станет плотной я это все даже не так я это все перед перегоном косточки отделю и все на время сбраживания косточки ничего плохого не сделают абрикосовая брага уже перебродила и я ее полностью все черпачком собрал и вот на дне именно косточки пара тройка косточек попала конечно же в саму емкость я буду перегонять она я думаю не повредит а наоборот даст легкий миндальный аромат а и косточки я просто достаю и куда-нибудь делаю съешь у меня началась новая партия абрикосита я вчера перекрутил вот эти абрикоски перфоратором смешалкой и залил их горячей водичкой и уже на диких дрожжах вот такое активное брожение все булькаешь но я конечно же буду использовать свои фирменные американские дрожжи для фруктовых брак я их уже регидрировать выливаю размешиваем вы скажете или спросите зачем если те же началась дикое брожение выливать сюда дрожжи они у тебя сдохнут дикими дрожжами угнетятся и еще чего-то а я скажу я их уже купил во вторых я не просил диких дрожжей чтобы они начали работать и на культурных дрожжах брожение закончится за четыре пять шесть дней а на диких она будет булькать две недели поэтому дрожжики есть я их сюда вылил вот такое классное жидненькое сусло здесь водички один к одному с абрикосками косточки я слышу вот на дне мешаются а вот способ отлично работать теперь накрываю плотненько крышечкой и без гидрозатвора это брашка не пиво все будет бродить заправляю парогенератор топливом для парогенератора идет у меня хорошая фильтрованная вода из обратного космоса я только что закончил перегон яблочного дистиллятика из которого будет обалденный кальвадос теперь буду делать абрикосит здесь у меня вторая партия абрикосита первую партию я сделал уже выгнал обалденнейший аромат и теперь вторая партия пол бочки хухуху сейчас я буду перегонять первую партию здесь конечно же очень много для одного маленького бидончика поэтому за несколько прохода буду перегонять самое важное ставлю трубочку с прорезью это барбатер через который будет выходить пар потому что такую густую брагу конечно гнать нужно только на парогенераторе вот красота полностью вся мякоть абрикосок уже разошлась для гусенькое все даже вот такие были очень твердые зеленые абрикосы которые вообще ничем не били сейчас они полностью раскисли мягенькие классненькие и вкусно абрикосовая бражка скажите а вы самогон варите не мы его сырым пьем абрикосовая брага выбродила за 6 дней на фруктовых дрожжах американских и теперь я начинаю перегонять ее вкус обалденный горький аромат абрикоса сегодня я начинаю перегонять абрикосит то есть у меня есть спирт-церец из абрикоски сколько красота оба на и еще немного ой какой же аромат такой густой аромат как будто бы это курага только свежая сейчас я узнаю сколько здесь абсолютного спирта закрываю это все крышкой со своей колонной и камешками внутри и начинаю спирт-церец из абрикоски уже нагрелся немножко колона поработала на себя и теперь я отбираю головы у меня получилось 3 и 6 литра абсолютного спирта из абрикоски и вот так медленно покапельная я отбираю головы 5 процентов и потом буду ориентироваться по запаху когда прекратить отбирать головы и начать отбирать само тело головы от абрикосита я уже отобрал аромат классный еле 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 слышно что немножко тяжеловатые спирты а так замечательно хорошая голова и теперь я начинаю прогревать свою систему я буду работать на одном сухопарники это ход и на трех барбатера я уже так делал именно самогончик из яблочек поэтому аромат остается отличный и хорош хорошая крепость будет идти на выходе сейчас баночки погреваются и я отбираю само тело абрикосика и будет абрикосовый бренди а вот здесь вот этих ароматных бочках у меня стоит 300 литров браги на груша классная ароматная сладкая груша это все будут перегонять скоро я настроил отбор тела 35 36 минут литр крепость идет у меня 79 температура я думаю 22 23 то что в крайне аромат очень-очень тонкий аромат именно абрикосика но пока это идет тело больше всего аромата будет уже предхвостях поэтому попозже будем регулировать когда заканчивать отбор на 55-50 посмотрим какой аромат абрикосика абрикоситище наконец-то я выгнал абрикосит и теперь я буду добавлять сюда щепу добавлять я буду конечно щепу средней и сильной обжарки 5 грамм на 1 литр это норма именно моя потому что так всегда получается обалденный очень элегантный вкус никакой при тусовке не будет все будет настоящий шедевр лучше чем настоящей бочки я буду периодически раскрывать крышечку давайте подышать чтобы все вещи какие нужны окислиться окислились и она будет состоять я уже абсолютно не помню сколько у меня было браги из абрикосики потому что я уже две недели занимаюсь вот этим шикарнейшим проектом это уже готовый продукт это грушевый бренди будущий грушевый бренди у меня было ровно 300 литров браги из грушки и из них получилось 13 литров 5 10 и 5 градусного обалденного грушевого дистиллята без единого грамма сахара какой же он хорошенький и теперь я сюда тоже буду добавлять щепу поэтому друзья я сделал обалденный же классный абрикосовый бренди если вам понравилось на видео ставьте вот такие огромные лайки подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните чрезмерное употребление неизбежно и кухня это самое спокойное место